Дмитрий 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 Я знаю, что она работала у него. Тяжело, да, то есть это как бы, ну, вот я говорю, в командировке, то есть, грубо говоря, со своим коллегой. То есть, я помню, я поначалу тоже говорил, типа, ну, давай увольняйся с работы, потому что, ну, как я так могу, да, что ты ходишь туда, вот, ну, видишь там этого человека каждый раз. А почему не настояли-то? Ну, вот, видишь, она тоже говорит, почему не настоял? Ну, вот, не знаю, я как бы за это себя тоже, ну, на самом деле, очень виню до сих пор, что... А вот как вам кажется, вот если бы, например, Дима настоял на том, чтобы она уволилась с работы, где ее был полюбовник, это бы спасло ситуацию, или это всего лишь география, куда ходить налево? На самом деле, это характеристика Димы. Он не настоял и предпочитает уходить от конфликтов, хотя, на самом деле, не всегда это нужно делать. У нас сейчас, я говорю, что вся наша культура нас подвигает к тому, что нужно мирно договариваться. Это все здорово, но не всегда можно договориться мирно. Ну, это, на самом деле, правильно. Иногда отношения развиваются через кризис, через сложность. Здесь, может быть, действительно такая черта, что я, в общем-то, там, по большому счету, предпочитаю, действительно, вот так вы сказали. То есть миролюбие не всегда хорошо. Но здесь еще надо учитывать следующее, вообще, мужскую психологию. Если бы ты настоял бы и вернул, а давай немножечко подальше, но потом ты замучил бы себя, как жить с женщиной, которая готова тебе, извините, нож в спину воткнуть. Каждый раз мог бы ты смириться с этим? Нет, даже если нет доверия в семье. Если один раз уже... Уже не будет. Я, в принципе, вот сейчас, как бы, да, потом я действительно отходил очень долго, там, в районе где-то года, то есть, ну, как бы, не знаю, меня колбасило вот так вот. Потом я уехал в Швецию где-то неделю на три в командировку. И там, ну, собственно говоря, там я узнал, что уже совсем все, потому что я там смотрел какие-то дома отдыха, куда нужно, там, ну, поехать на, ну, на Новый год отдыхать, вот. Вот, и в разговоре с мамой, я, по-моему, как-то что-то и обмолился, она сказала, что, типа, ты позвонил, там, по-моему, с того ехать никто не собирается, вот. Ваша мама, да, сказала? Да, я по второй неделе, как бы, там, ну, точнее, вот, как бы это узнал, взял билеты, сам быстренько прилетел на выходные, мне там сказали, что все, там, типа, нам надо расстаться, потом я же сам себе сказал, что все, как бы, хватит. У вас же, наверное, были романы в тех странах, в которых вы работали? Сколько девушек было? Сейчас сообщит. Ну, вот, на последнем контракте я когда работал в Вьетнаме, там, да, я вот, ну, сошелся с девушкой, с Вьетнамкой, мы с ней жили, вот сколько я там был, как бы, вместе. Сколько? Ну, больше трех месяцев. А расставались болезненно для нее? Да нет, она на самом деле хорошая, у тебя девчонка оказалась именно, ну, вот, как бы, просто, вот, как человек, то есть, без всяких, там, претензий, там, я не знаю, ни намека, ни денег. Вот, больше, что ему надо, без претензий. Поэтому и конфликтов не было. А я другую, наверное, и себе. Ну, понятно, слушайте. Нет, у меня единственная, может быть, смешная ситуация была, она постоянно просила, типа, давай ребенка, причем, говорит, там, ты не волнуйся, проблем не будет, короче, я уеду, там, не будешь, чтобы мне знать ничего, вот. Ну, я, естественно, не соглашался. Ну, дети, потому что это, я считаю, это нельзя так, типа, сделал ребенка и уехал как-то. Молодец. В общем, он не занудный случай, да? Вряд ли. И ни созвона, ни писи, ничего. Не, ну, там, как бы, сначала, там, один день поплакал, и вот, на следующий день, как бы, нормально, все, там, типа, да, пока-пока. Хорошая жена. И вообще совет дают для молодежи. Хорошая жена – это назидание предыдущих поколений мужчин, молодым поколениям современных мужчин. Хорошая жена никогда не устает. Она должна быть готова ко всему и делать это с радостью. А если ей предложить отдохнуть и ножки свесить, она должна отказываться. Вообще-то, что-то среднее между Клаудио Шифер, матерью Тереза и Терминатором. Тогда, я думаю, не заскучает. А действительно, зачем он в 26 лет жениться? Чего вы катите от брака? Там, я не знаю, просто близкого человека рядом, но его, в общем-то, не хватает. А какая девушка в вашем представлении идеальна? Ну, я не знаю, красивая. Красивая, дальше. Ну, наверное, чтобы было, ну, мне с ней интересно, вот, как бы, ну, чтобы сама тоже была какой-то, в общем-то, интересный человек. Чтобы была и друг, и товарищ. Да, друг, товарищи вообще. Везде. Соратник. В вашем гороскопе женские планеты, те, которые отвечают за выбор женщин, за выбор подруги жизни, расположены, да, в воздухе. Это значит, что женщина нужна, прежде всего, умная, толерантная, очень спокойная, относящаяся на вас, не давящая в каких-то ситуациях, и не слишком эмоциональная одновременно. Потому что девушка слишком чувствительная, такой мягкий цветочек рядом с вами загнется, не сможет, потому что вы не очень чувствительные сами. Я не очень чувствительный. Я помню, например, когда вот я со своей женой, да, первой познакомился, она мне вот там через какое-то время общение сказала, что я вообще, знаешь, не представлял, что парни могут быть настолько каким-то нежными, чувствительными. Нежность она никогда не повредит. Вы пока, ну, скажем так, не выдали в себе ничего, что в вас выдавало бы эту чувствительность. Легко приходите, достаточно легко уходите, на самом деле. Кто сказал? Ну, кто сказал? Все события в вашей жизни об этом говорят. Ну, такой упертый. Да. Вот услышите, вам нужна девушка, которая изначально могла бы стать вам другом, подругой, а потом уже можно будет с ней строить личные отношения какие-то, и уже нежность себе воспитывать по итогам, когда будет что обсуждать вместе. Потому что вот эта самая изначальная нежность, она у вас долго не может продлиться, если человек с вами не будет иметь какого-то, ну, не знаю, информационного поля общего. Давайте посмотрим на первое университет. АПЛОДИСМЕНТЫ Мария. 21 год. Замуж вышла в 18 лет и вскоре после свадьбы поняла, что ждет ребенка. Молодой супруг был поглощен своей карьерой и друзьями, его раздражали придирки и требования беременной жены. Марию обижала, что муж не уделяет ей внимания и приняла решение о разводе. Мария недавно окончила университет, собирается стать популярной тележурналисткой. Сейчас живет с родителями, но усиленно ищет работу, чтобы стать независимой. Марии нравятся целеустремленные молодые люди. Дмитрий ей показался самостоятельным и перспективным. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас кто, мальчик, девочка? У меня сын. Сколько ему? Ему два с половиной годика, его зовут Ричард. Ричард? Да. Длинное сердце. Почему так назвали? Ну, дело в том, что когда я была замужем, мой муж, он учился за границей, в Англии. И мы строили какие-то планы, что, возможно, мы не будем жить в Москве, и хотели дать ребенку необычное, возможно, имя. И тогда назвали его Ричардом. Как-то безответственно ребенка завели. А куда муж делся потом? Ой, муж? Объелся и груш? Нет, на самом деле, я вышла замуж очень рано, 18 лет, по большой-большой-большой-большой любви. Это был мой одноклассник. Мы вместе гуляли, ходили на какие-то дискотеки, клубы, кино. Но когда я забеременела, я поняла, что все, уже нужно браться за ум, что с клубами пора завязывать. А муж, он вроде не понял этого и оставлял мне все время одну дома. Он, может, и оставался со мной, но такую рожу корчил, что я же думала, ушел бы ты. Маша, а кто вас кормил все это время? Вы еще так юные были. Вот, мои родители, они меня полностью обеспечивают. Они мне купили квартиру, мы жили в моей квартире. Вот, и вплоть до сегодняшнего момента. Да, ответственность нести уже бабушке с дедушками. Я вот закончила институт в этом году, буквально вот два месяца назад получила диплом. И все это время они мне обеспечивали. Я, конечно, сейчас начну работать, буду обеспечивать себя. Ребенок пойдет в детский сад. Но я понимаю, что вот мне будет 29 лет, и что? У меня будет много денег, предположим. Я сделаю потрясающую карьеру. Но в итоге я останусь одна. Я буду одинока. Куда эти деньги потом девать и куда с ними идти? Два с половиной. Вам сейчас 21. Да. Вы хотите стать популярной телеведущей, популярным журналистом? Если я встречу достойного человека, выйду за него замуж, я готова отказаться от любого тележурналиста, телевидения. Даже видно, что она просто еще ни разу не обеспечивала себя. Когда вы идете по улице, на вас же мужчину, наверное, головы сворачивают. У вас проблем-то, мне кажется, вообще не должно быть. Как вам кажется? Мне кажется, не знаю, но вот нет у меня никого. Они сворачивают толку, что от того, что они сворачивают. А как вам кажется, что мужчинам в вас может не нравиться? Я гиперактивная. Я очень много разговариваю. Возможно, я... Да. Она как раз меньше разговаривает. Нет, на самом деле, я очень коммуникабельный, очень позитивный человек. И, может быть, я давлю просто собой, своей активностью. Я как радиоточка. Ну, она говорит, привет там. А там, о, какая... Ну, можно я скажу, как есть? Какая телка пошла. Ну, это привет там. Я говорю, да, там меня Маша зовут. Начинаю рассказывать о себе. Они вот так стоят, глазами хлопают, и как бы вот не складывается. Ну, не было. Вот у меня с тех пор, как я развелась, у меня не было не то, что каких-то длительных отношений. Даже мимолетных не было. Правда, правда. А почему? Так вот, я не знаю, почему. А вот действительно странно. Какой же ей мужчина нужен? Ей пока не нужен мужчина. Скажите, Маш, а зачем вы хотите замуж? Потому что пока маленький ребенок, ему будет легче найти снова мужчины общий язык? Нет, я не ищу для своего ребенка отца. А я ищу мужа себе. А вы с мужем делать будете? Как что? Жить. Поставьте двоеточие и расшифруйте. Как вы жить с ним будете? Может, мы заведем ребенка. Я там буду беременна, делать какие-то домашние обязанности. А какие домашние обязанности? Убираться, мыть посуду. Ну, много всех дел по дому. А вы умеете это делать? Конечно. Я просто не понимаю, почему всем смешно, но я правда умею готовить, умею убираться. У нас сегодня веселая такая история. Готовит. Да, она хорошая хозяинка. Я просто вообще считаю, как бы делешь обязанности, это немножко такая, как бы, ну, глухая штука. Да, я тоже считаю, что это дурь. Ага, видишь, он говорит, делишь обязанности. Я считаю, что, в принципе, ну, вот, я, например, в общем-то, руками могу сделать все, что угодно по дому там. Ну, реально вообще все, что угодно. Да, иначе мужчина не должен это делать. Не должен вообще. Для этого, как бы, существуют люди, которым нужно за это деньги платить. Ну, если никто не будет делать домашние дела, это как вообще? То есть полностью по-настоящему, а персонал, главное, делать так, чтобы было незаметно. И это не напрягало. Мария, сколько времени вы уделяете ребенку? В свободное время практически все. У меня были занятия в институте, соответственно, я там проводила целый день. Вечером мы были вместе. Вы теперь были, вы уже... Далее, выходные. Вот недавно, буквально неделю назад, мы прилетели из Турции, мы отдыхали с родителями. Там две недели мы были с моими родителями и с ребенком. То есть мы все время... Такое ощущение, что... Мария, вы не понимаете, почему мужчины вас не воспринимают серьезно? И в чем ваша проблема? И ваша вина заключается в том, что вы со своим ребенком играете. Для вас это последняя кукла может быть. И мужчина это очень четко воспринимает. Почему? Это ребенок вашего мужчины. У него может быть будущий ребенок. И он по тому, как вы относитесь к этому, может судить. А по-другому он не может судить. О том, как вы будете ухаживать за его. Ей второй ребенок сейчас, по-моему, не нужен. Ну, ему, на самом деле, тоже есть. Пока. Ему тоже есть. Мальчики, можно вам тест? Скажите честно только, да? Почему? Потому что еще наша передача помогает увидеть себя со стороны. Потому что, наверное, кто-то не говорит. Вот вам было бы не стыдно идти с такой девушкой? Нет. Или в компанию пригласить? Вот, будучи, чтобы она была вашей девушкой, пригласить в вашу тусовку. И Машенька открыла свой рот. Ну, если бы это была моя девушка, и первый раз ее привожу в компанию, было бы не стыдно. Не стыдно? То есть и вам не стыдно? Ну, что нет. Значит, нет никакой проблемы? Ну, проблема нет. Но проблема такая, что больше двух лет у меня нет молодого человека. Возможно, ее нет. Я предположила, что стыдно просто-напросто. Что стыдно-то? Нет, не стыдно. Но мужчина, он теряет свои мужские качества рядом с такой женщиной. А почему вы так предположили, что стыдно? Нет, я с моей точки зрения как-то немножко неадекватна. Потому что мы, опять, я воспринимаю невест, которые ко мне приходят, спокойных, малоговорящих, какой-то неговорящих. Безусловно, безусловно. Мы просто наблюдаем вообще историю Маши все это время. И зачастую видим ситуацию, что молодые люди, она, возможно, выбирает изначально тех молодых людей, которые безинициативны. И надо просто знать Машу. Она все это делает с такой любовью. Она вот, если не в этот момент, любит все. Это моя любовь. Да, но это же не женская роль. Инициатива – это прерогатива мужчины. Ну, просто она еще не... Она еще не... Просто чрезмерная напористость. Ну, классический представитель сильной огненной стихии. Такой ярко видный стрелец, я бы сказала так. Но поверьте мне, вы тоже не самый эмоциональный человек на свете. То, что внешняя активность в вас явно бурлит и присутствует, еще не говорит о том, что вы глубоко чувствующий и переживающий человек на самом деле. Я знаю, Маша, что вам нужно подготовиться к сюрпризам. Поэтому мы пока про вас поговорим. А вы это сделаете быстренько, да? Да. Затих. Затих Митя, да. Она его поглотила. Мне кажется, Мите нужна девушка, которая его переговорит. Это абсолютно правильный подход. А плохо в том, что, наверное, девушка очень молодая. Даже не с точки зрения возраста, а с точки зрения мира и ощущения. И, наверное, мне кажется, ему, в принципе, может быть какой-то немножко посерьезней, попрактичнее вариант нужен. Мне действительно чрезмерно силен напор, а вы от напора скиснете. Это ничего не меняет. Сразу видно, вот смотришь и понимаешь, что по темпераменту, мне кажется, по интересам они разные. Да, по темпераменту однозначно. Ну что, проходите. Митя и Маша готовы. Мой сюрприз заключается в том, Мить, что мы с подругами очень увлекаемся спортом, занимаемся фитнесом. Было бы очень круто, если бы ты принял бы участие. Мы сейчас покажем маленькую разминочку, упражнение, которое мы делаем. Было бы очень круто, если бы ты попробовал к нам присоединиться и делать это вместе с нами. Попробуешь? Ну, давай, если так надо. Так, в общем, нам для этого нужна музыка, вот, а ты попытайся повторять, хорошо? Так, музыка в студии. Давай, Дима. Я посмотрю, ладно? Давай, присоединяйся. Я, меня не получится. Я уже присоединяю. Давай, присоединяйся. Дима, ну что же ты? Такие простые движения. Продолжение. Какие-то свои какие-то кренделя выдать? Ну, Мит, ну че? На самом деле, просто, когда я читала про Митю, у меня в его анкете было написано, что он такой активный, занимается спортом, сноуборд. Вообще, это очень круто. Ролики сноуборд я только за. Вот. Ну, помимо сноуборда, я еще вот иногда вскочу. Молодец, он показал такой сюрприз. Нам понравилось, правда, Митя? Идемте. Девчонки, идите в свою комнату. Ну че, круто? Мне кажется, очень здорово. Ты не растерялась, молодец. Да нет, мне кажется, он просто немножко растерялся. Что вы скажете? Ну, она действительно, ну не то, что немножко молодая для меня, но мне кажется, что вот, ну, будет. Послушайте, знаете, в чем дело? Счастливое дитя, 21 год, живет в благополучной семье, где родители не давят. Нет, это здорово. Не запрещают. Захотела замуж, отпустили. Ребенка родила, тоже здорово. О, Боже! Я развела 21 год, у меня ребята, где никто не возьмет замуж. Какое горе! Что за бред? Она просто проживает жизнь свою счастлива и беззаботна, чего и всем желаю на самом деле. Но все-таки надо принять ответственность за свое поведение. Ну и как-то вписываться в рамки того социума, в котором ты находишься. И не надо подавлять свою индивидуальность, совершенно не надо. Но вести себя по правилам данного общества надо. Но у всех своя индивидуальность, Роза. Вот я, конечно, согласна с вами, что это вот не тот тип поведения, скажем, которое вы ждете от женщины. И вот то, что я говорила в начале, нет общего информационного поля, которое вас роднило. Я думаю, что вы разные книжки читали в детстве, разную музыку слушали бы, если бы оказались вместе и так далее и тому подобное. Иногда такие люди пересекаются. Для вас это принципиально важно. Вот поэтому, наверное, не Маша. Каждый имеет право на свое мнение и, наверное, их не стоит осуждать. Через несколько минут Дмитрий ждет новая встреча. Оставайтесь с нами. Если вы хотите стать участником программы или услышать совет, как найти свою половинку от Розы и Василисы, звоните с мобильного телефона на номер 0736. В эфире «Давай поженимся» это программа о том, как найти свое счастье. У нас в студии Дмитрий. И я предлагаю посмотреть на вторую девушку. Анна, 30 лет. Ее возлюбленный был поражен экзотической внешностью Анны. Они стали жить вместе, мечтали о детях, но внезапная болезнь Анны нарушила их планы. Гражданский муж под давлением своей матери решил, что больная жена ему не нужна и ушел. Анна – помощник руководителя в аудиторской компании. На досуге занимается моделированием одежды. Несмотря на предательство, Анна сохранила веру в любовь. Ей кажется, что Дмитрий – человек порядочный и преданный. И он поможет ей вернуть веру в людей. Анна внешне очень похожа на вьетнамскую возлюбленную Митю, но с русским характером. Может быть, она – это то, что ищет наш герой? Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Привет. Знаешь, я пока наблюдала за тобой, за твоим общением с первой частницей. Я отметила твою доброту, твою открытость, твою искренность. Мне очень приятно с тобой познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Он как-то странно смотрит. Да, как-то так испуганно. Анечка, а как вам кажется, вот ваша такая экзотическая внешность вам помогает в жизни или наоборот? Да, вы знаете, помогает. А на кого вы похожи? На маму, на папу? Я похожа на папу. А папа у вас кто? Папа у меня кореец. На кореец. Да что вы! Анечка, вам 30 лет, и у вас была вот эта безумная любовь? Да, вы знаете, я не могу сказать, что она была безумная. Это была просто такая любовь, вот действительно увидели контакт в глаз и поняли, что мы друг другу нравимся. И, в общем, очень быстро как-то мы подружились и решили быть вместе. И что потом произошло? Ну, потом так произошло, что у меня возникли проблемы со здоровьем. Я два месяца отсутствовала дома. А когда вернулась, в принципе, уже... Он вас навещал? Да, он меня навещал. То есть, в этом плане все было хорошо. Просто в воздухе уже витало вот это решение о том, что, в принципе, мы расходимся. На что вы теперь обращаете внимание, когда знакомитесь с мужчиной? Вот сидит перед вами вот такой красавчик, младше вас. Да. Представляете, как вам будет трудно? Глаза голубые вот так как распахнет. Почему трудно? А у меня карий. Вы знаете, я думаю, что это же как происходит? Вот ты видишь человека, слышишь, как он говорит какие-то вещи, и ты понимаешь, ты вообще его человек или нет. Вот мне кажется, с Дмитрием мы нашли бы общий язык, потому что, ну, я как-то его чувствую. Мне кажется, самое оно. Самое оно. Аньечка, я знаю, что вашей свекрови очень не нравилась ситуация в вашей семье, и что в основном ее были претензии к вам из-за вашего отца. Да нет, вы знаете, я не помню, чтобы я так им как-то детально рассказывала о своей семье на тот момент. Нет, может быть, другие вещи ее интересовали больше. Мое образование, да, ну, что у меня за душой вообще есть. Способна ли я не просто сидеть на шее у мужа, а как-то укрепить себя. И как способна? На тот момент я была не способна. То есть моей заплаты не хватало особо на укрепление семейного бюджета. Но, тем не менее, я продолжала работать, потому что мне хотелось помогать. Ну, мы вместе. А вы пробовали разговаривать со своим мужчиной и сказать, пожалуйста, огради меня от нападок своей мамы. Мы с тобой разберемся сами. Время еще не так много. И подожди, дай мне встать на ноги. Все будет. Как вы защищаетесь вообще в жизни? А вы знаете, я поняла, что иногда есть вещи, от которых не нужно защищаться. Они настолько ничтожны. И зачем защищаться от каких-то таких вещей, которые можно просто то ли проигнорировать, то ли просто посмеяться над ними. Я вот из передачи-передачи говорю о том, что муж первично, дети вторично. Родители вообще третья, можно сказать, шкала ценностей. Они вообще должны отдыхать. Их дело шестнадцатое. И если бы он стал бы на вашу позицию, он бы больше приобрел в эту ситуацию. Но зачем вы-то прогибаетесь? Не надо таким быть человеком. Не надо. Она никогда не будет нападать и делать что-то... А кто говорит о нападении? Ну, каким-то образом грубо разговаривать только для того, чтобы защитить свои интересы. Кто так говорит? В интересах... Ну, то есть она с мужчиной всегда общалась таким образом, чтобы для нее... Чтобы не поранить его чувства с мамой. Не надо говорить какие-то грубые слова. Надо уметь мужчинам ставить границы. Надо их строить, но любя. Понимаете? Но если не будете строить, вот такая хрень будет. Ну, грубо и не надо. Надо было просто на место поставить. Скажите, пожалуйста, по-мужски повел себя возлюбленный Аня. Вот как вам кажется, он должен был сначала дождаться Аниного выздоровления и потом уже выяснять с ней отношения, кто от кого уходит? Или позаботиться о себе два месяца длинный срок, пока вот Анечка лежала в больнице? Ну, наверное, стоило все-таки подождать, может быть. Я так думаю. Спасибо. Анечка, покажите сюрприз. Сюрприз. Что-нибудь восточное, мне кажется. Дима, я знаю, что ты, у тебя есть такая мечта, что когда-нибудь ты откроешь свой собственный парк на берегу экзотического острова. Ну, да. Вот, для того, чтобы как-то начать с чего-то, я тебе дарю вот этот замечательный кокос, а внутри ингредиент, который используется для многих коктейлей. Это будет первым коктейлем, может быть, фирменным в твоем будущем баре. Я хочу, чтобы у тебя твоя мечта существовала. Спасибо вам, девочки. Идите в свою комнату. В принципе, Аня, мне понравилось. Вот, у меня впечатление хорошее. Роза. Он же чувствительный. Анечка, мне показалось, женщина такой практичной мечтательницей. Ну, практичная, практичная. Разве это плохо? Мне единственное, что напрягло... Анечка, мне кажется, что вам надо перестать быть на вторых ролях. Мне кажется, у вас есть и бойцовские качества. У меня все есть. С бойцовским качеством. Зачем быть бойцом? Если бы в той бутылочке, которую она вам подарила, водился джин, то я бы его сейчас потерла и попросила бы, чтобы он явился с такой длинной спицей и вас немножко расшевелил. Потому что мне кажется, что вы заскучали, как-то перестали проявлять интерес к девушкам, слишком нейтральный и пассивный. На самом деле, девушка была достойная внимания, но вы как-то этого внимания маловато проявили. Знаешь, он просто... Мне показалось, да? Он не любит, чтобы его сженили. Дима познакомился с двумя очень разными девушками. Через несколько минут у него третья встреча. Оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся. Сегодня мы ищем невесту для Дмитрия. Давайте посмотрим на третью девушку. Евгения. 21 год. В 18 лет познакомилась с москвичом на 9 лет старше нее. Его привязанность к Жене была так велика, что он даже переехал в ее родной город. Однако к совместной жизни он был абсолютно не готов. Всю заботу о семье взяла на себя Женя. Вскоре ей надоело одной тянуть лямку, и она ушла. И Евгения – мастер спорта подзюдо. Работает помощником председателя совета директоров финансовой компании. Обожает клубы и светские тусовки. Евгения не любит жадных и обидчивых мужчин. Ей кажется, что Дмитрий не такой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Митя. Привет. Очень приятно. Даша. Тебе тоже очень приятно, я поняла. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Митя снова недовольна. Здравствуйте, Женечка. В вас влюбился мужчина и из Москвы уехал в Ростов-на-Дону за вами. Да. Вы жили на два дома и в Москве, и в Ростове, да? Сначала мы жили в Ростове, ну, не очень короткий период времени, а потом в Москве уже. Но я просто начала в Москве работать, сразу развиваться при помощи своих родителей сначала, а потом уже начала сама дальше двигаться. И я начала немножко перерастать. Мне это не нравилось, потому что я считаю, что в отношениях все-таки мужчина должен какую-то позицию лидирующую занимать. Все зависит от женщины. Если женщина хочет, то мужчина развивается. Вы не любите людей жадных. Да. А вот поясните, жадные – это когда что? Жадные – это вот в прямом смысле жадные. В плане, в материальном плане. Ну, элементарно какой-то предмет интерьера. Думаю, очень люблю украшать, что ты думаешь, чтобы там уют создавать какой-то, какую-то вазочку. Ну, зачем эта вазочка нужна тебе? Я говорю, ну, очень хочется, но это будет красиво там. А думаешь, знаешь, вазочки не покупал, да? Тоже, в принципе, не трагедия. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас вам 21 год всего, это так мало. Вы хотите уже замуж для того, чтобы родить детей, не знаю. Родить детей хочет любая женщина нормальная, выйти замуж тоже. Скажите, а насколько мужчина должен быть, ваш мужчина, успешен? Он должен быть, мне кажется, очень состоявшимся, в первую очередь моральным. Он должен знать, чего он хочет и четко идти к этой цели. Если нету каких-то там суперматериальных возможностей или чего-то, но он знает, что у него это будет, и он развивается в этом направлении, это подходит. Вот, например, ну, допустим, да, он имеет эти цели, но не хочет делиться вот в том материальном или в тех пожеланиях, как бы вы этого хотели. Имеет право такая черта характера. Что приоритетнее все-таки? Имеет право, но я думаю, тогда отношения просто эти ни к чему не приведут, они рано или поздно... Для вас? Да. То есть он должен делиться с вами? Ну, как делиться? Делиться в материальном плане вы имеете в виду? Ну, а я правда, да. Я думаю, да. Скажите, Дмитрий не собирается сидеть на одном месте, у него профессия такая, что вынужден уезжать в длительные командировки. Но одно дело поехать, я не знаю, в Бельгию или там в Люксембург на два месяца, да, и другое дело все-таки поехать там в Венея-Бесау. Вот вы согласны, как ниточка за иголочкой? Ну, смотря на сколько эти командировки длительные, это первое, и второе, то что ездить за ним в эти командировки, сейчас у меня тоже строится карьера какая-то своя, тоже чем-то занимаюсь, то что дома просто сидеть я не могу. Я тоже езжу в командировки. Ну, и ездит. Ездить она с ним не готова и будет строить свою карьеру. И для меня это очень такой хороший вариант, если там, допустим, на неделю, на две будет уезжать куда-то, я думаю, это настоящее сильное отношение только укрепляет. А если на месяц уедет, еще лучше? На месяц уже так, конечно, если очень часто будет на месяц уезжать. Как вы, да? Это не командировка, вот, и она ни на неделю, ни на месяц, как бы, это, ну, минимум месяца три, вот. Просто, ну, в данной ситуации, я не знаю, ну, нужно будет смотреть, вполне возможно, например, придется пару таких контрактов подождать, а потом, может быть, я скажу, например, да, хватит, все, я остаюсь здесь, как бы, ну, вот, как-то так. Ну, или там, действительно, круг, после первого, я скажу, давай приезжай. Ну, а вы, значит, вы в свою очередь тоже можете пожертвовать вот этой своей работой? Ну, правильно, значит, это был вопрос и для вас тоже? В свою очередь я могу пожертвовать своей тогда. Тоже могу уступить. Тем более, на своем обыте, может быть, он не такой сильный пример, но я знаю, как люди могут жертвовать своим местонахождением ради чего-то. Ну, все должны уступать друг другу в отношениях. Тоже очень важно. Скажите, пожалуйста, у вас хороший характер? Характер? То, что он мне очень хороший, не могу сказать, потому что хвалить себя не могу, но... Почему? Не могу. А у вас другой возможности не будет? Нет, вот похвалите себя, а потом покритикуйте. Я могу уступать в каких-то моментах. Хорошо. Через себя. То есть я не считаю, что если я в чем-то мужчине уступила, то я как бы унизилась или прогнулась. Я считаю, что в первую очередь женщина в отношениях должна быть гибкой. Соответственно, мужчина ответит взаимностью в чем-то другом. Верная. Тоже очень важный момент. Хозяйственная. Вообще, я считаю, что в женщине должно быть несколько составляющих таких, которые мужчину привлекают и удерживают. Костя, мне кажется, что Евгения ему нравится. Женщина, покажите себе. Тебе очень много всего желали. Сегодня очень хорошего всего. И наверняка у тебя есть какие-то заветные желания, которые ты никому не говоришь. И подарок символичный. А если за этой рыбкой ухаживать, ее любить, уберегать, то она будет расти все больше и больше и исполнять все твои желания. Раз она сверху пузом плавает. Спасибо большое. Очень красивая рыбка. Спасибо. Спасибо, девочки. Подождите, в комнате решение, да? Спасибо большое. А что вы думаете? Мы начинаем обсуждать. Ох, да. Вот все-таки насколько все люди разные. Вот была первая Мария, которой 21 год, и Евгения, ей тоже 21 год. И у одной есть ребенок уже, и казалось бы, она должна быть вот такой внутренне собранной и взрослой. А как все наоборот? Вот, посмотрите, если бы Женя сказал, что ей 30 лет по уму, по тому, как она рассуждает, как она себя ведет. Молодец. Как вам? Ну, мне вообще понравилось, как бы, вот, то есть, ну, скажем так, и по разговору, вот, единственное, меня немножко насторожило, когда вот она сказала, что любит всякие вазочки там в домах. Послушайте, это же очевидно, что она с хорошим вкусом девушка, с хорошим вкусом, она не будет тащить в дом, что попало. Вы для нее не подходите просто по определению, потому что не будет она смотреть на ваши эти выжимки, ну, в виде брейк-данса, компаний там и так далее. Нет, потому что она вас поведет в большой театр, это престижно, там можно встретиться с нужными людьми, обговорить с ними какие-то дела там и так далее. Мне вообще-то кажется, не поведет. Я с Ларисой абсолютно согласна. Просто, как бы люди друг другу не нравились, мы все живем в неком социуме, в некой среде. Вот у вас разные среды, даже статусность разная. Мы познакомили нашего героя с тремя очень разными девушками. Кого из них он выберет, узнаем через несколько минут. Если вы хотите стать участником программы или услышать совет, как найти свою половину от Розы и Василисы, звоните с мобильного телефона на номер 0736. А в эфире давай поженимся. У нас в студии Дмитрий, которому предстоит сейчас из трех девушек выбрать одну единственную. Ваше впечатление о девушках? Так, ну, я там начну с конца. Женя. Ну, мне, в принципе, все в ней понравилось. Единственное, я не знаю, если вот, ну, действительно, как вы сказали, там, ну, как бы будут, ну, не то что конфликты, то есть, что она потащит меня в театр, еще что-то, то, ну, наверное, может быть, на этой почве мы можем не сойтись. Стеснительный, спокойный, такой, открытый. Я думаю, что-то могло бы получиться с ним. Маша, в принципе, ну, это хорошо, и меня это абсолютно не пугает, что человек вот такой жизнерадостный. Единственное, конечно, ну, не то что отпугивает, но мне не хотелось бы, ну, не то что, ну, да, воспитывать чужого ребенка. Кроме или искренне? Конечно, у каждого свое мнение. Ну, и Аня, да, не знаю, в принципе, тоже все хорошо, и, в общем-то, я, наверное, даже не увидел каких-то вот, ну, таких сторон, которые могли бы мне не понравиться как-то. То есть, ну, если вот так в фразе, то есть, ну, все нормально. Слава, Лоберт, Женя. Мне очень понравилась Маша, но она должна немножко пожить самостоятельно, чтобы узнать, чего почем. Тогда будет ценить, тогда поймет, что в семье есть еще и какие-то обязательства. Анечка очень понравилась, но, мне кажется, она взрословато для вас. Если вас это не отпугнет, то пара могла бы быть замечательная. А Женя очень практичная. Вы поссоритесь вот как раз на фоне этих вазочек. Скандалы вас разведут. Аня, наверное, Анечка. Вторая девушка. Кто бы сомневался. Я не увидела ни заинтересованных вопросов к девушкам, никакого-то, ну, движения в их направлении. Поэтому я это редко говорю, но я бы не пожелала вас ни одной из сегодняшних героинь. Не хочу сказать, что вообще ни одной девушки. Но здесь вашей идеальной не было. Той, которая спокойная и где-то, может быть, равнодушно воспринимала бы вашу холодность и равнодушие. Интересно, какие мысли у него в голове сейчас ходят. Для вас семья на сегодняшний день – это клуб по интересам. Больше всего Мария вписывается в этот клуб. Я тоже за Марию. Митя, слушайте свое сердце. Идите в то и единственное, кому вас это сердце сейчас поведет. Мы вас поддержим. Внимание, в нашей студии вы можете познакомиться с теми, кого вы сейчас увидите на экране. Если вас кто-то заинтересовал, отправьте СМС с номером участника на номер 4-4 и тоже становитесь участником программы. Алина, 23 года, номер 558. Логист в крупной компании. Любит делать мужчинам подарки. С любимым готов разделить все, что у нее есть. Светлана, 26 лет, номер 568. Хореограф. Мечтает встретить мужчину, у которого не закружится голова от ее жизненного темпа. Мы не знаем, выйдет наш жених один или в сопровождении своей новой избранницы. Я приглашаю всех выйти из комнаты поддержать Диму. Заходите. Проходите ко мне. Мит, ну честно, я себя порадовала своим выбором. Молодец, молодец. Глубокий парень, все понимаешь на самом деле. Зря на тебя слегка нападали. Прям молодец. Ребят, ну восхитительно, смотритесь. Невозможно, рады, невозможно. Только что на наших глазах сложилась пара. Дмитрий выбрал Анну. Хочется надеяться, что они когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. Если вам понравились девушки, которые сегодня боролись за внимание Дмитрия, но не были им выбраны, пишите на сайт Кирова канала и становитесь участниками программы. С вами была Лариса Грузеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Поменяемся с вами местами. Посмотрите здесь. Молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.